Всем большой привет! Спасибо, что вы снова зашли на мой канал и смотрите это замечательное видео о распаковке посылок с Китая. Привет! Как дела? Как погода? Ага-га-га! Вот сегодня у нас две такие посылочки, одна побольше, одна поменьше, и мы сейчас их будем распаковывать. Посылка отправлена 2 апреля мне, а сегодня у нас 22 апреля, то есть она пришла за 20 дней меньше, чем за 3 недели. И это здорово, правда, маленькая посылочка, и маленькие все так быстро приходят. Здесь что-то без... Ага, это такая кофточка. Пока уберем подальше. Кофточка, даже две кофточки. Всего у меня заказывали 3 таких блузки, они были невероятно дешевы, по суперсделкам их заказывали. Я даже не знаю, разные они размеры или не разные. Тут что-то написано B, одна нормальная. Блин. Вот у одной, вот я не знаю, вам, наверное, будет не видно. Одна нормальная, а вот у второй вот эти все цветочки по контуру какие-то странно желтоватые. Сейчас я вам еще покажу, наверное, поподробнее все это. Распакуем, посмотрим. Я не помню, честно говоря, одинакового размера здесь и не должны быть или нет. А, в принципе, это нормально выглядит, кстати, хоть как бы и такой типа полиэстер. Но вот как-то ничего, как-то ничего так смотрится достаточно хорошо. И вот эти все отверстия сделаны аккуратно, видимо, каким-то трафаретом, шаблоном. Конечно, кривоваты строчечки, вот эти вот швы, которые идут по краям. И вообще края так немножко тоже кривоваты сделаны. Вот здесь особенно заметно. Но так-то, в принципе, знаете, вообще что-то я даже худшего, как бы сказать, ожидала. Скорее худшего, чем такого. Так, что здесь у меня написано насчет размера? Размер никакой не указан. Наверное, две одинаковые у меня блузочки должны быть. Только вот почему-то это... Может быть, здесь рисовали не белым карандашом, а желтым. Или это был желтый мелок. Так, видимо, они одинаковые. А, нет, подождите, не могу понять. Нет, одинаковые, одинаковые блузочки. Вот, смотрите, не знаю, видно вам будет или не видно, что вокруг цветочков как бы желтый такой контур есть. У одной вот этой блузки он есть. А у той блузки все чисто белое. Ну, в общем, не знаю. Не суть важна. Не знаю даже, поднимать из-за этого какой-то вопрос продавцом или не стоит поднимать. Потому что блузки все равно пойдут разным людям. И можно сказать, что это так и задумано, да? Ну, странно, что на одной блузочке, да? Они желтые, на другой не желтые. Странно, странно. Ну, ладно, что поделать. Блузочки пришли, это хорошо. И такое качество у них достаточно нормальное. Не как у тех блузок, которые были с вкраплениями плесени. Те были пострашнее блузочки. А эти такие белые, приятные. И на ощупь так как-то ничего тоненькие смотрятся. И, возможно, что их даже рядом будет. Можно нормально поносить. Это посылка у меня 20 марта отклоненная. Я, кажется, сейчас буду ругаться. Что мне делать-то? Что такое-то? Почему? Что за продавцы-то китайские такие странные? Во-первых, какие-то разные, совершенно разные. Пакеты. Вот этот пакет от этого, короче, сильно отличается. Так, наверное, не может быть в одном роте. Этот пакет более плотный. И эти тоже. А этот слоненький. Ну, скажете вы, наверное, я уже придираюсь. Но придираюсь-то я в основном не к качеству пакетов, а к тому, что эти кофточки заказывали в красном цвете. Я заказывала одну, кажется, для своего ребенка. Но лично мне было не принципиально, какого цвета. Да, мне эти кофточки пришлют. Но одна заказчица написала конкретно, что ей нужен только красный цвет. Я не знаю, что теперь делать. Потому что я заказывала красные кофты, а прислали мне в итоге синие кофты. Конечно, с красными они рукавами. Может, я туплю, конечно. Но я вам скину, короче говоря, как они должны выглядеть. В общем, здесь вот это тоже красное должно быть. Они, естественно, такие тоненькие. Причем так, когда приходят, мне кажется, иногда влажновато. Ничем не пахнет. Вот внутри что у них, да, такая как бы. Ну, просто как не футболочная, конечно, ткань такая хлопковая, немножко поплотнее, чем футболка. Вообще выглядит классно. Очень красивая на лето. Такие кофточки на прохладную погоду будет самое то. Но вот, блин, с цветом что-то меня китайцы подвели. Вообще что-то, я не знаю, они каждый раз мне устраивают какие-то сюрпризы. Может быть, специально хотят меня таким образом порадовать, развеселить, что я должна еще с ними побольше пообщаться. Вот. Но как-то мне это не очень нравится. Сейчас вы еще увидите видео о вещах. Или вы его видели, не знаю, куда буду вставлять. И всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И всем хорошего времяпровождения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok